которую надо иметь в виду при оценке обстановки, это кризис мировой кредитно-финансовой системы. В принципе, о нем все нормальные люди подозревают, но отгоняют это от себя. Так, вот это вроде бы где-то что-то далеко, меня это не коснется. А коснется, хотим мы этого или не хотим, коснется каждого. Дело в чем, что мы с вами живем в полном смысле в королевстве кривых зеркал. Вот все не так, то есть любой вопрос, ну если уж не все, то очень многие вещи, причем абсолютное большинство, надо ставить явление с головы на ноги. Вот одно из таких кривых зеркал, это нам внушают, деньги делают деньги. Сейчас вы знаете, бабки надо, бабки там делают все, значит вот деньги. А на самом деле деньги ничего не делают, это ложь. Ведь мы же едим-то с вами не деньги, а едим кашу из зерна, которую вырастил крестьянин в поле, ложкой, которую сделал рабочий на заводе, за столом, который сделал столер. А деньги зачем? А деньги сопровождают круговорот товаров и услуг. То есть я делаю пиджаки там, вы телевизоры, вы компьютеры, вы утюги. Мы что, будем каждый со своим товаром по планете шастать что ли? Нет, значит это вот пускаем в торговлю и мысленно представьте, в одну сторону крутятся товары и услуги, а в другую сторону крутятся деньги. И должно быть соответствие товарной массе, денежной массе. Если денег больше, это называется инфляция. Если денег меньше, чем товаров, это называется дефляция. Так вот, сейчас в благополучных странах, среднестатистически, рост товаров и услуг в год не превышает где-то максимум 1-2-3% рост товаров и услуг. Он определяется ростом энергопотенциала страны, первичных электроустановок, потому что сейчас все товары делаются на базе электричества, на электрической тяге. Так вот, а мы с вами как раз вот эта мафия, вы Ротшильд, Вопен, Геймер, Морган, мы свое состояние делаем за счет ростовщичества. То есть мы даем людям денежки взаймы, они нам дают назад, под проценты. И мы, в общем-то, мало того, что это, мягко говоря, нехорошо, мы живем за чужой счет, ничего не производя, но мы еще и являемся источником инфляции. То есть я вам дал одну тысячу, а вы мне возвращаете тысячу двести. Там дал государству один миллиард, он возвращает миллиард двести, в зависимости от ставки кредитования. И вот эта ситуация в мировом масштабе приводит к росту инфляции. Какая денежная единица является сейчас мировой валютой? Ну, все знают доллар. Так вот, я вам докладываю, что сейчас долларовая масса перекрывает мировой товарооборот где-то раз, ну, по разным источникам от 30 до 50 раз. И вот именно эта ситуация явилась основанием для начала так называемой нашей перестройки. То есть мы мафия, мы понимаем, что долларов больше, надо же что-то делать. А что делать? Значит, и мы решили, значит, подключив весь промышленный сырьевой потенциал России к ничем не обеспеченной долларовой макулатуре руками безмозглого Михаила Сергеевича Горбачева, значит, мы решили сдержать крах доллара. А за это время мы создали новую денежную единицу. Какую? И вы тоже это знаете. Евро. Но мы же не можем напечатать евро за одну ночь. Поэтому вот в результате перестройки, значит, подключив весь потенциал СССР с его запасами вот к этой необеспеченной макулатуре, или другой образ, из нас сделали мешок для сброса ничем не обеспеченных вот этих зеленых бумажек. И мы сдержали крах доллара. За это время мы создали новую денежную единицу. Сначала мы ее ввели в систему без наличного расчета. И с 2002 года мы ввели ее в систему наличного расчета, вы знаете. А теперь вопрос. Вот вам, уважаемые телезрители, или кто будет там с видеомагнитофона или на компьютере смотреть. А с долларом чего? Доллар нам нужен? Нет, доллар не нужен. А что, кто печатает доллары? Кому мы доверили доллары печатать? Штаты. Поэтому штатам, как говорят, в народе кирдык. Значит... Значит...